Девушки отдыхают Да, красавица Ай-яй-яй И правильно сделал, что Сергей не сделал Потому что такая вот зеленая патина Она ценится Монета не чищена вообще Просто промыта водой Даже мылом не мыли Вообще огонь Рука финного окна Финного окна? Да Вот так Нож работает Работает Поехали дальше Они проспиртовывают Вот эта вот вещь Ребята, вы знаете У нас был совместный коп Именно такой компании Которая сейчас Русник, Серега И Татьяна Она мне говорит Ржавые железки Ржавые железки Вот видите, женщины Они у нас вообще-то Любят искусство Как говорят А на самом деле Для них это ржавые железки Да, ребят И вы может Если кто не знает Вот этот рисунок Рисунок Не просто Не спроста Это символика Мужской силы То есть Это как бы Яйки наши Да, ребят Это наши яйки Нет права Если тебя не убьешь Да Итак, ребят Всем привет Сегодня у меня Интересный будет Видеосюжет С тем, что Я продолжаю Свой проект В гостях у Камрада И сейчас я Пришел Приехал в гости Именно к Камраду Серега И он будет Сегодня нам Рассказывать И показывать Чем он занимается Сколько занимается И чего Сколько копал Находки у него Интересные И Посмотрите До конца Видеосюжет И вы будете Просто в восторге От находок Так что Сейчас Серега Готовится там Раскладывает Все на столе А мы потихонечку Будем ждать Чайпития Так что Приятного вам Просмотра Вот Серегины работы В ближайшем И Выглядит Так вот Все Это Скоро будет Предстоящая Предстоящая Вещи просто Ребята Эксклюзивные Такого Вы нигде Не увидите Это все В работе Силикона Наутро Только не держатся Монеты Надо чтобы Для них Быть Так что Намушка Стоит Смотрите Ребята Для образца Есть вот Такие вот Вещи Вообще Классно Если есть Эксклюзивная Дорогая монета Можно почистить Эта нечищена У меня сейчас Сергей Отдаст ее Чтобы я ее Привел в порядок И она будет Вообще Цинусная Находка Это Питак Которую мы Совместно Нашли На одном Из полей Вообще Огонь Огонь Слышка Так Раз Вон Чем Большой А ну Сюда Можно Это 4-5 Монет Они должны Быть Пластмассовых Этих Клуб Из них Не держатся Да Вот они Ребята Вот они Эти Панно Которые У нас Будут На стриме Разыграны Шикарная Работа Очень Красивые Вещи Вживую Лучше Смотрится Ну На видео Да Видео Немножко По-другому Все А вот Вживую Смотрю Своими Глазами Это Такое Ребята Красивое Впечатление Прям Дрожь Такая Даже По спине Это Древность Древность Сера Вот Это Сера Ох Я вижу Вещь Прям Я не знаю Самая Ух Какая Красотища Давай На пол Ах Смотрите Чего Да Ну Нафиг Смотрите Как Серега Это Все Выполнил Ой Ой Они На магнитах Их Даже Можно Любую Взять О Видали На магнитах Смотрите Как Красота Вот Вот Они Их Можно Разместить По Разному Вообще По Разному Сделать Взять Потрогать Старину Древность Здесь Вот Бронебойные В принципе Серега Смотрите Их Хорошо Почистил Молодец Что Именно До такого Стояния До Чистого Металла Как бы Старался Не Шкаблить Отодрал От него Все Окислы И Выглядит Впечатляюще Ох Как вы Красивые Смотрите Вообще Огонь 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 Блин Серега Молодец Сколько Я Посещаю Людей В нашем Проекте И Все Рукастые Все С руками Все Люди Творческие Блин Вообще Огонь Потом Чуть Разыграем Красава Так Все Да Здесь Пушник По интерьеру Не очень Ну да У тебя Интерьер Немножко Построже Но Это Не все Сейчас Я вам Всякие Вкусняшки Еще Покажу Ну что Ребят Сергей Приготовился Мы уже Чаек Втихаря Попили В общем Сегодня Будем Рассматривать Что Камрад Накопал За все Время Которым Занимается Ну В принципе Он Недавно Этим Занимается Но Он Человек Искусства Занимается В принципе Такими Вещами Которые Наверное Не каждый Может похвастаться Я вам Покажу Его Панно Его Изделие Как он Все Это Сделает И Чего Он У нас Отыскал Ну Сначала Конечно Немножко Побеседуем В данном Случа Это Друг Камрадским Которым Мы Очень Часто Последнее Время Копаем Сергей Вот И Хотел бы Сереж Тебе Задать Вопрос Ты Как Давно Этим Делом Занимаешься Каким Прибором Занимаешься Что Тебе Интересно Именно В копе Ну И Конечно Ж Обсудить Твои Находки Которые Меня Просто Я В восторге Таких Находок Жесть Полная Тут У нас Кошечки Которые Я Пришел Он Показал Вначале Когда Она У меня Увидала Такие Были Глазки Ну Вначале Вы Наверное Видели Об этом Так Что Киса Тебя Как Звать Васян Васян Ты Мужик Что Ли Мужик Что Ли Вот Такой Мужик Убежал Спятался Ну Давай Сережу Скажи Сколько Лет Занимаешься Делом Где Три Года Плотняком Занимаюсь Но Начинал Я Совершенно Случайно Мне Товарищи Тоже Копали И Раз Или Два Съездил Потом Загорелся Купил Фишер Второй Походил С ним На сезон Понял Что Что Не Хватает Взял Четвертый Но Как Оказалось Ожидание Не Оправдал То Тебе Был Фишер Четвертый Первый Не Второй А Второй После Второй Шел Взять Четвертый Типа Стойка Друга Такой Глубина Ничего Подобного Что Второй Что Четвертый Абсолютно Одинаковый Прибор По Каким Сейчас Копаешь Сейчас Милаб Называется Какой Милаб Гороче Выгнул Литрак Недоделанный Литрак Эксплойер 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 Он Неплохую Неплохую Он Медленный Конечно Ну Бегать Особо Негде Потому Что Места Все Паривы Выбиты Поэтому Лучше Ходить Медленно И Поглубже Он Берет Зато Четче Дискриминация У него Гораз Глуб Ясно Ну А так Вообще Броссет Планируешь Нет Нет А что Броссет Хобби Интересное Да Хобби Интересное Заразное Вот Именно Что Хобби Убыточное Но Зато Радость Вот Так Кому Интересно Конечно Кому Радость Радость Ребята Просто Шикарная Огонь Как жена Мне говорит Ржавые железки Ржавые железки Вот Видите Женщины Они у нас Вообще Любят искусство Как говорят А на самом деле Для них Это ржавые железки Вот так Вот Ну Давайте Вернемся Именно К нашим Железкам Ржавым Сначала Начнем С шмуродика Потом Начнем Рассматривать Вкусняшки Конечно Все Я дам Сергею Чтобы он Комментировал Обсуждал Что это Такое Потому что Я в таких Наобходках Вообще Ноль Потому что Я такие вещи Не часто Копаю И надеюсь В ближайшем Будущем Мы вместе С Сергеем Начнем Немножко Раздвигать Кругозор Копать Именно Там Где Можно Но Осторожно Не нарушай Закон Не надо Лениться Надо Железо Тоже Копать Да Я Как бы Железо Никогда Не копал Всегда Дискриминацию Железо Отключал Так что Я всегда Копал Только Цветные Сигналы Но Оказывается Надо Копать Другие Вещи Ну а Сейчас Давайте Начнем С Шмурдяка Что там Интересно У нас Я Обожаю Шмурдяк Разбирать Чужой Так что Приятного Просмотра Ну что Ребята К Сереге Там Еще Один Камар Пришел Так что Сейчас Будет Интересная Беседа Вот Заглянул Заранее Пока Встречает Гостей У Сереги Есть Небольшая Коллекция Ну Небольшая И Интересно То Что У него Есть Петровские Монеты А у У меня Петровских Монет Вообще Нет Только Несколько У меня Чешуек Серебряных И все А у Него Петровские Есть Копеечки Деньга Полушки Вот Так что Сейчас Серега Придет И вместе Мы Будем Общаться И Рассматривать Вот Начнем Пожалуй Отсюда Вот С Шмурдяка Интересного Будем Вот Такую Вещь Я Вообще Первый Раз Вижу Смурдяка Очень Много Очень Интересного Есть Вот Такие Вот Вещи Но Это Сейчас Все Обсудим Ребята Смотрим Будет Интересно Ну Что Ребят Давайте Начнем Со Шмурдяка Наверное Каждый Из Вас Любит Швыряться В Таких Вещах Которые Мы Не Придаем Никакого Значения Шмурдяк Он И в Потому Что Весь Шмурдяк Знаешь Расскажи Что Здесь Самое Интересное Вот В Этой Куче Есть Вот Например Вот Это Что Такое Я Одна Часть От Пряжки На Нем Был Кавказ Это Что С Кавказ Связано Вот Смотри Мне Вот Интересовала Такая Вещь Это Древняя Петровская Монета Попадались Елизаветинская Ну А Твое Предположение Что Это Такое Ручка Столового Прибора Нож Тяжелая Для Столового Предмета Это Очень Тяжелая Ты Серебряную Ложку Держал В руках Тоже Тяжелая Ну Ты Прикинь Вот Такие Отверстия Под Ложку А С другой Страной Тоньше Не могли Тогда Здесь Был бы Залит Просто С Столового Предмета А Здесь Отверстие С Обоих Старом Возможно Там Еще Что Крепилось В общем Ребята Если Интересно Если Кто С Таким Сталкался Объясните Там Ворачивались Сзади А Может Какой Да Может Это Что Я Нож Скорее Навершие Ножа Смотри Сбок Увидишь Отверстие Для клепки Ну Не знаю Ребята Есть Специалисты Пишите Здесь Даже По-моему Что-то Типа Клейма Есть Да Вот Тоже Это Просто Декорация Такой Рисунок А Вот Видишь Вот Стопорное Колеченое Здесь Стопор Что-то Вставляло Возможно Может Быть Это Нож Именно Для Вскрытия Писем Очень Похоже Я видел Что-то Похоже Если У вас Есть Какие Мнения Что там Вот Подкова Вот Такую Вещь Я вам Показывал Первый Раз Я Такую Вижу Это Подкова Человечья Человечья А я Сначала Когда В руки Взял Думал Ишак Что-ли Какой Низбыл Так Вот Это Что такое Смотри Это Смертный Жетон Коровий А Смертный Жетон Коровы Да У них Были Тогда После Убоя Номера Интересно Интересно Вот С того Места Пряжечка Это Надо Чистить Скорее Слово Тяжелый Ну да Вот Это Великая Разочаровашка Если Стой Ну Наверное У каждого Камрата Есть Такая Разочаровашка Если У вас Были Такие Разочарования Когда Из земли Поднимаете Блестящий Металл А оказывается Это Блин Всего На Всего Рукоделы Так Что У нас Еще По Шмургику Рассказывай Показывай Сережа У вас Хорошо То Что На Обломке Трестиков Тоже Собирает Серебряная Пуля Ребята От Вампиров От Вампиров Ничего Себе Говорят Что В Подсказали Что Это От Конской Упрыжи Здесь Ремешок Проходил Да И Это Как раз Этой Частью Шлепали Вожья Короче Вот Этой Частью По Шеи По Шеи Не Не По Шее По Задице Подавали Красивая Вещица Короче Это От Педали Газа Педаль Газа Да Хлопнула Посильнее Она Втопила Автомобиль Ох Смотрите Какой Ратер Автомобиль Победа Что Личей Наверное Что Туда Похоже На Победа От Утюга Сверх Маш Прибор Пят Вот Тоже Преднат Констант Скорее Либо Какое Просто От Чего Раньше Всего Прошло Это Булгарского Замка Запор Опа Неудачный Эксперимент Это Лимонная Кислота Никогда Не Ложите Старое Железо В Лимонную Кислоту Вот Так Ребята На Своих Ошибках Учитесь У Других Не Учитесь Старая Штука Чуть Не Хватает Под Ручку Кочеды Кочедык Кочедык А У У У У У У У Крин Я ходил С Комрадом И Нашел Личный Я Кочедык А Это Час Было Да Нифигас Это Да Я Смотрел Это От Парфюмерии Крышка Что Либо Керосинки Я Уж Не Помню Это Крутилка Или Крышка Блин Здесь Это Классно Морских Конька Морские Коньки И Солнышко Видите Блин Сюжет Красивый Вообще Так Че Смотри Опять Что Серебряные Да У нас Вампиров Здесь Полно Было Опять Монетки У него Тут Шмурдек Валяется Пробитый Серебро Ну Это Так У него Кругом Было Полно Монетки У меня Панно Было Тоже Время Да Сергей Тоже Красивый Панно Сделал И У нас Один Из Победителей Это Панно Забрало Если Точно Это Евгений Каменных Вот Вестерн 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 Явно Тоже Гражданская Это Зажигалочка Такая В лоб Закинуть Можно Разбить Тяжелая Пуговки Пуговки У него Лысые Валяются Такие Штуки Часто Попадаются Из Керамики Ну Это Эти Какая Прясла 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 Как бы Чтобы Не Попутать Не Потерять В общем Я Такой Исторический Факт Слышал Именно То есть Пилогов У каждого У каждой Девицы Был свой Инструмент Они Приходили Там Например Какой Нить В дом Там Человек 10-15 Девчачьи И у них Были Свои Прясницы Чтобы Вот Не Терялись Вот Такая Вот Была Есть Информация Красивая Тоже Со Стеклом Редко Один Раз Это Крутилка От Керосинки Хугушнайдер Немецкая Со Стеклом Представляешь Ничего себе Обычно Они такие Колесики Да Я их Собираю На Копе Тоже Потому Что Есть Коллекционеры Которые Собирают Такие Вещи Со Стеклом Ничего себе Первый раз Вижу Такие Вещи Вот Это Кусочек От Браслета Вот Это Кусочек От Браслета У меня Целый Такой Браслет Есть Ну Это Вырубыш Смотрите Какой Здоровый Вырубыш Такая Толщина Так Да Пуговички Тоже Кстати Взять Петровские Были Монетки Пуговки Я чуть Пугови Смотрите Покажу Есть Такие Пуговки Очень Красивые Но Это Вкусняшки Я Потом Люстиция Даже Есть Вкусная Да Вот Еще Тут Масончик Тысяча Разочаровываешь Когда Находишь Такой Думаешь Сейчас Орлянка Чем Пам Там Улыса У меня Был Такой Случай На Копе Камрад Достает Пуговицу Из земли И она Была Обшита Материалом Он ее Хотел Выкинуть Я думаю Блин Отковыриваю Эту тряпочку А там Идеальная Орлянка Ребята Вот Так что Обращайте Внимание Если Зашиты Обшиты Обклеены Тканью Посмотрите Там Может быть Скорее всего Имеется Символика Царская Это специально Делали Чтобы Искоренить Царскую Символику Внутри Зачем Метал Все Разбухло С Гренадой Нет Не Гренада Это Орлянка Для Орлянки Она Здоровая Большая Красивая Чуть Странная А Гренада 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 Да Он Видите Гренадка Огонь Вот Видите Главное Разбробленная Решается Так А вот Эти Вот Видите Монетки Зачастую Встречаются Разочаровашки Сточные Запилы Видите Запилы Опа Первый раз Такую Вижу Ребята Экспонат Они Все Идут В основном Вот Такого Образца Видите Запилы Идут Со Стороны Орла Вот Это Игровая У меня Целый Видеосюжет Есть И С писателем Я общался И книги Он мне Подписанные Присылал Где Он Говорит И рассказывает Что Это За Монета Это Игровые Монеты Игра Орлянка Но Сейчас Я Первый Раз Увидел Чтобы Зазубрины Были С другой Страны Видишь Он Не до Конца Да Он Начал Сказать А Вася А Точно 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 Да Точно Вот Серый Порубить Эти Зубья Но Не доделал Потому что Вспомнил Что их Делать Нужно Не со стороны Ореха А со стороны Орла Надо И он Расстроился Точно Точно Так Что у нас Тут дальше Так Ну в общем По монетам Оно И в Африке Монеты В принципе Ничего Интересного Нет Шмурдячок У него Тут всякий Вот смотрите Как жизнь Орляночку Испортила Вот ну ладно Давайте плавно Переходим К вкусняшкам Вкусняшки Так Это давайте Мы пока Уберем Ну Шмурдяк Всегда Интересен Если Шмурдяк Сереге Понравился Обязательно Сразу Комментируйте Ставим Пальчик Вверху Ну а сейчас Давайте Вкусные Вещи На запчасти На запчасти Кстати Все расскажи Как Твое Хобби Твои Предметы Находки Твои Поездки Жена Комментирует Ржавые Железки Жена Говорит Что Ржавые Железки Ребят Вот такие Вот предметы Ржавые Железки Ругаются Когда Ты собираешься Уезжаешь Когда Слишком часто Туда Тоже Не часто Ну раз в неделю Еще терпимо А если два Раз в неделю Все Да Ну давайте Начнем Вот отсюда Вот Вот с этих Вот вещей Пробегусь По пуговкам Что мне больше всего Здесь понравилось Это конечно Вот такой вот Сохран Позолоты Гренада Это Гренада Ребят У меня есть Но с охраной Я хуже А это Просто огонь Вообще Огонь Следующий Конечно же Всех интересует Вот такие Третий полк Серый Рассказывает Что такое Третий полк Не узнал Не помню Триджестое Такие названия Они по несколько Полков Кстати присуждались Третий номер Он мог быть Такой Потом Такой Потом Такой Объединяли Лежи Там Вот это Такая Знаете Рельеф Такой Высокий Здоровский Это Закон Ребята Пуговка Закон Почему Закон А сверху Это Корона То есть Видишь Снизу Народ Потом Над ним Закон А над Законом Все 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 Смотри Какая Пуговка Смотрите Какой Сохранчик Рельеф Высокий Вообще Огонь Редко Когда Увидишь Такие Пуговки Ух ты Она Смотрите Какая Она Нецельная Медная Она Какая Вот Какая Лабудатая Интересно Первый раз Такие Пуговки Вижу Такие Вот Так Дальше Сережа Скажи Что Вот Это Вот Это Древнятия Булгарские Украшения Шумелки Пришивались К одежде Как Украшения И Самые Атемии Окончания Вот Эти Всякие Очень Разнообразные Есть Грушевидные Все Есть Круглые Как Дыни Как Арбузы Шумелки Это Как Понять Шумелки Пришивались К одежде В принципе Интернет Там Есть Главные Уборы Они Все Люблю Ходить Греметь Выделяться Короче От Всех Это Увеличитель Крутизны Чем Больше Чем Лучше Так Серега Говорит Посмотри Вот На Коротл Да И Серега Говорит Блин Ржал Ржал Именно Тогда Когда Он Ее Перевернул Переворачивает А там Во Та-дам А Свиновод Да Вроде Смотришь Что-то Древненькое Да Цифры Древние Написи Английские А тут Хлоп Свиновод Обалдеть Бубенечка Часть Бубенечка Ух Смотрите Вообще Древнее Что-то Очень Древненькая Вещица А вот Эту Распольшь Нашли Он Рабочий Серьезно Это Что На скотину Что-ли Ну Не знаю Может быть На ноги Украшить Может На ноги Да Скотины Маленькие Далеко Не услышишь А Это То Что Сейчас Молодежь Девочки Носят На ногах Бубенцы Всякие Это Ну Женщина На шее Точно Не будет Одевать Наверное Предмет Тоже Красоты Наверное Ну Вот Интересно Еще Вещица Вроде Кто-то Скажет Что Это Да У меня Есть Такой Я Задавал Вопрос Чуть Попадают Все В руках Разваливаются Это У нас Перс Наши Советские Они Еще Здесь Продолжение Это Вот Такие Вот Сереги Булгарских Вещиц Очень Приятно Много Вещица Очень Интересная И Все Большая Часть Сейчас Пану Будет Следующим Вы Наверное Замечали Да Ребят Сколько У меня Было Выпусков Связанных В гостях У Камрада И все С кем Я Общался Они В какой-то Степени Относятся Таким Вещам С Искусством Они Все С Руками И Делают Очень Красивые Предметы Кто-то Вырезает По дереву Кто-то Что-то Делает Вообще А Серега Вот С Руками И он Делает Панно Очень Красивые Кусочек От зеркала Кусочек От зеркала Да Это Полированный Зеркал Офигеть Это Кусок Кусок Зеркала Ребят Такое Ружай Прикольно Такая Ложечка Но Это Конечно Не Булгары Это Наверное Где-то Последние Года Царизма Она Редко В основном Попадается Либо Эта часть Либо Лобуша Здесь На ложечке Рисунок Имеется А эта Цельная Главное Она была Согнутая И выпрямил Кстати Если кто знает Как выпрямлять Метили латунь Даже Если Вот Прям Букву Изюз Как Вот Эта Была Скрученная Просто Сначала Хотел Выкинуть Ее Думаю Проволоку Очередная Попался Потом Увидел Расплющенные Концы Это Оказался Браслет Это Браслет Ну Сереж Что это Браслет В какой Эпохе Ну Скорее Поле Попадало Да Вы что Это Вообще Древность Какой Пятнах Не Булгары По крайней Мере По запутке Если судить То это Что то Слегка До Петровской Или Петровской Блин Не знаю Ребят Специалисты Пострения Есть Напишите Что За Браслет Я Предполагаю Вообще Шестой Восьмой Век Десятый Можно Но Это Не Медь Это Бронз Гнилой Он Сильный Гнилой Сильный Я думаю Вероника Вероника Кридком Не ответит Что Это Очень Красивая Вещь Так Вот Еще Тоже С такой Же Темой Это Тоже Бронза Между Прочим Тоже Все Вот Оттуда Тоже Это Обломок Да Это Обломок Обрати Внимание Это Браслет У него Есть Следы Ношения Это Браслет У меня Есть Целый Браслет Целый Понятно Но Потом Вот Так Сделали И Зачем Носили Потому Что У него Есть Протертость От Веревки Видишь Троя Есть Если Сломался Я сильно Рассматривал Да Прям Есть Следы Ношения Ну Давай Посмотрим Рисунок Что Здесь Может Характер Кресты Есть Непонятно Если Носили Ну Здесь Вот Да Здесь Вот Видно Что Как Вот Он Так Был Найден То Его Специально Сплющили И Следы Ношения Есть По Краю Как Камера Конечно Не Передаст Сайты Не Выкидывай Там Все Смеются Ну Блин Умных На сайтах Много Я Уже Перестал Заниматься А Что Здесь Стекляшка Сели Это Из Кольца Выпало Выпало Это Из Какого Не Знаю Из Какого Вот Это Наверное Ну Нет Маловато Они Вот Видишь Они Вставляются Вот С С Кам Видите Ребята Тоже Древняя Со Стеклом А что ты не приклеишь Серый Да Мне Не особо Нравится Не Нравится Ну вот Смотрите Вот Еще Тоже Кольцо Древнее Недоделка Ну Это Я Называю Рукожопы Начинают Когда Вот Красиво Мне Нравится Говорят Что Фин Угры Какие Датировал Да Да Вот Вот Эти Зубчатыми Зубками И Рисунок Зигзаг Характерный Здесь Интересно Ой Так Вот То есть Жал Камер Прозор Ну Здесь Тоже Тоже Типа Стекла Бо Тоже Они Все Каким Стеклом Непонятно Ага Здесь У нас Статки Даже Стекла Может Ни Бриллианта Ни Алмаза Откуда Бриллианта Алмаза Хоть Рубинчик Чего Один Последний Господин Там Показывал У него Пуговица Гирка Была Рыжая Да Не будем Говорить Кто По Пуговицам Гирком У нас Вот так Ох Это Вообще Как это Легко Вот Это Тоже Там Был Находок Вообще Она Внутри Походу Пустотилась Две Рядом Были Найдены Внутри Походу Пустотилась Вот Из-за этого Она Легко Так То ли Обменена Обменена Вот На каждом Пуговке Гирки Имеется Характерные Рисунки И Каждый Рисунок О себе Что-то Представляет Вот Вот Такой Первый Раз Вижу Кстати Вот Это Где По Булгар Попадался И Какой Это Первый Раз Вижу Красивый Такой Тоже Похоже На Тичку Да Можно Говорить Было Ну Можно Тичка Ну а что Тичка Она И в Африке Тичка Грудь Красавец Был Помнишь Думал Серебряный Нет Покрытый Да ладно Серьезно Что-нибудь Да А что В старину Тоже Делали Вот Мы Это Вместе Жен На 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 Вроде Белый Металл Оказывается Он Покрытый Помню Где Двушки Павлика Попадались Одна За Одной Вот Первый Сигнал Был Вот Этот А потом Двушки Пошли Потом Пришел Степа Степа Как Мочишь Наверно Видно Короче Были Такие Черненькие Здесь Она Лежит Просто Все Вместе Ну Да Вещица Очень Интересная Это Такой Знаете Это Типа Что это Такой Серебряный Камень Камень Какой Очень Интересно Такой Я никогда Не встречал Так Ну Давайте Сделаем Следующий Будет Сейчас Обзор Вот Этих Вещей И Этих Вещей И Потом Всего Вкусного Потом Щай Перекур Тут Еще Одна Ребята Коробочка Со Шмурдяком Но Факт Что Шмурдяк Здесь Древний Интересный Кто Имеет В Какую Информацию Мы Не Специалисты Но Хотим Составлять Панно Таким Вещам И Нам Нужно Датировать Эти Вещи Так Что Если Есть У Вас Варианты Пишите В Это Это Свинет Это Свинет Это Радиатор Смотрите Какое Ажурное Ажурное Колечко Было Смотрите Красиво Затем Из Из Этого Шмурдяка Есть Пару Хорош Таких Спанатов Свинет Свинет Не Работ Свинет 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 А вот Еще Одна Свинет Короче Всякий Шмурдяк Не Дальше Там Серьезно Свинет Вот Свинет Вот Вот Ух Да Смотрите Это Наверное Зеркало Вот Именно Времен Смотрите Маленькие кусочки Да Шлифованные Смотрите 10-12 Век Это Брали Бурмашинку И Паста Гои Ишачьи Тяге Стремя Ишачьи Тяге Да Вот Еще Смотрите Какая Лыбуда Интересная Красивая Вот Элемент Ореня Не смотри Совы Вообще Красивая Вот это 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 Гирька Тань Это Гирька Татьяна Спрашивает Что это Такое Вот Это У нас Гирька Весовая Гирька Да Все Сашмурдяком Давайте Заход Блин Раскидал Серый Тут Все Блин Здесь Есть Несколько Экспонатов Хороших Красивых Так Так Че Ну это Типа Бубинца Наверное Тоже Чем Было Нет Скорее Скорее Всего Чем Может Откаять Дел Законит Колокольчик Колокольчик Не Вот это Не пойму Ребята Что Это Написано 1829 1974 Год Говорят Алюминии Изобрели 145 145 А Довольно Старенько Первый раз Такой крест Вижу Интересный крест Затем Вот такая Штамповка Тоже Очень красивый Вот такие Вот вещи У меня Серега Рустик Тут И у меня Аж Сердце Ёгнуло Татьяна Вот Татьяна Здесь Она Она Вот эту Вещь Добав Открывать Ребята Блин 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 Ски У меня Чуть Не Ёгнуло Зато Работает Теперь Мы знаем Что Она Рабочая Блин Блинский Ух ты Ладно Успокойся Я Брат Че Говорю Так Вот Такой Ажурный Есть Замочек Классный Кстати Покажи Вот Там Клеймо Несколько Непропечатанное Ну Такие Клеймы Были Братья Чилин А Тоже Нельзя Двигать Я Подвину Не Не Это Знаешь Сколько Ему Лет Это Восьмой Десятый Век Клеймо Непропечатанное Интересно Че Братья Ну Не Чилин Может Брак Какой Братья Ну Я не знаю Я знаю Только Братья Чилин Вот А тут Другие Не 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 знаю Не знаю Что еще За братья Были Ребята Это инструмент Для стройки Я знаю Что братья Чилин Были А здесь Вот Каланку Чистить Первый раз Тесла Ну Это Вот Это Для Обработки Дерев Это Так Называем Тесла Маленькая Обрабатывали Деревья Дом Строили Да Представляешь Такого Рамы Делали Мне сначала Типа Это Мотыга Я говорю Нифига Такой Мотыга А это Вешалка Какая Это Не вешалка Таня Это Не вешалка Это Кресало При помощи Этого Истекали Огонь В свое Время Старину Кресало Это Вот Вот Это Все Это Древние Кресало Грубо говоря Зажигалки И Вот Эта Форма Тоже Интересна Это Тоже Кресало Ключ Ключ Болгарский ключ От замка Нифига Нажимной А у меня Есть Похожие Тоже Ну Немножко Другой Формы И Тоже Кресало Похожа На Такой Да Да Ну Я Тут Думал Нажимной Ножевидной Кресало Да Это Кресало Слушай Почему так Странятся Высокоуглерозистый Металл Да Да Во-первых Это Первичка Первичка Да Сейчас Понимаешь Это Все Не попадет И оно В цветнин Убьет Между прочим Ударил И И Это Вот Просто Из Этого Кричневого Брали Кремень Кремень И Иссекали Вот При помощи Этого Искру И Солом Подвигали Да Как сейчас Есть Даже Огниво Вот Иссекают Из кремния Вот Есть Такие Огниво В походных Условиях Используют И Вот Это Все Пришло Оттуда Кресало Туда Сюда Наконечники Это Как Шелкотреб Одноразовая Я посмотрел Передачу Там Есть На Ютубе Тоже Как Строят По Булгарам У них Там Поселились И Кричное Железо Добывали Как Они Делали Ну То То Чтоб Добыть Сделать Несколько Кресало Там Заморочи Вот Если Кому Интересно Посмотрите То Железо Ценилось Очень Сильно Само Собой Да Там Явно Не Каждый Это Мог Сделать Пряжечка Школьника Период С 30-х По 60-е Годы В Вузах Были Вот Такие Пряжечки Школьника Момент Да У меня Тоже Есть И Пубавки И Кокарды И Пряжечки Именно Этого Периода Такой Образок Интересный Есть Очень Интересный Вот Такие Вот Такой Я Вообще Первый Раз Вижу Толстый Очень Толстый Обычно Они Штамповки Тоненькие А Это Прям Толстый Первый Раз Такие Вещи Держи В руках Ладно Давайте Продолжим Как Уносить Здесь Изрежешься Острый Как Да Если Рукой Провести Он Острый Как Его Насили Наверное Всю Грудь Могли Себе Изрезать Тем Более Крест Между Грудей У Женщины Толстый Посекает Да Волосатый Ну и раньше Мужики Волосатый Болосатый Это Сейчас Депиляцию Устраивают Так Ну что Давайте Здесь Вот Пробежимся Вот Одно Из Самых Крупных Кресал Вот У меня Есть Конечно Крупное Крупнее Но Это Кресала Вот Это Тоже Все Эпоха Где-то Примерно Датируется Восьмым Десятым Веком Двенадцатым Веком Точно Я Датировать Вам Не могу Вот Вот Это Интересно Вот Это Вещица Вот Это Вешали Женщины На Поясок На Поясок Потому Что В свое Время Женщины В основном Носили Все На Поясках Если Кто Обращал Внимание На Старинные Изображения Да 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 Это Я тоже Говорю Что Здесь Это Не Просто Огнедышащего Не Просто Какой-то Окалик Обломок А Это Вот Женщина Роман Хранительница Да И Женщины На Пояске Носили Большой Набор Инструментов Там Вплоть Даже Кресалы Были Затем Вот Такие Ножечки Были Они Меньшего Размера Проушина Тоже Они Одевали Там Были И КПУ У тебя Нет КПУ Нет И Все Это На Пояске Были Не Было На Поясе На Мешочках На Пояске Привязан На Это Не то что Керно Это Видишь Как то Сделано С одной Сторон Лодочкой Ну Какое то Керно Что то Обрабатывали Потому что Видишь Здесь С другой Стороны Имеются Такие Удары От Какого то Предмета Может Молотка Или что то В этом Роде Это Какое то Керно Видно Как раз Обрабатывали Может быть Да Может быть И делали Украшения При помощи Этого Может быть Это Древние Ювелирные Изделия Чем Делали Всякие Накернения Вот Такая Древняя Чуть Только Что Мы Ее Не Утратили Да Она Уже Утратила Была Благо Наши Любимые Красавицы Жены К этому Относится Как Серый Сказал Как У тебя Жена Относится Ржавое Железо Ржавое Железо И Татьяна Тоже Так же Сейчас Что За Фигня Что Она Как Работает Да Да Блин Я Наконечник От Копья Да Это Я Еще Видел Картинки Что Используют Вместе С топорами То Ее На Конце А Вон Как А То 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 Это Могло Быть Смотри Вот Это Одна Часть Затем Ишло Древко И Другой Сторон То Со Сох Сторон Он Работал Не Что Так Было И Что Это Самостоятельно Вещь Ну Сейчас Мы Конечно Это Не Узнаем Некоторые Наконец Некоторые Кресалы Имеют Вот Такое Вот Клемо Что За Клемо Что За Клемо Не Знаем Вот Рисунки Солярные 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 Знаки Видишь Это Лебеди Да Лебяжьи Смотрите Лебяжьи Гусениные Красивые Вот Они Все Очевидные Старые Вот Они С Такими Штучками Вот Если Есть Язычок Сильно Выступающий Это Более Древний Чем Куча А Это На Буку А Похоже А Некоторые Вот Смотрите Видите Тоже Орнамент Есть Точечный Да Вот Это Большой Это Домашний А У Меня Это Называется Салазки Так Называется Салазки Салазки Оно Огромное Ну да У меня Есть Такая Здоровая Общая Восьмого По Тринадцатый С Восьмой По Тринадцатый Хазары Булгары И Еще Татар Банков Там Все Перемешано Не поймешь Ну а Сейчас Смотрите Вот Есть Еще Одна Вкуснятина Более Такое Весомое Это Вообще Очень Очень Самое Вкусное Наверное Каждый Мечтает У себя В коллекции Поиметь Вот такие Вот Вещи Предметы Серега Только Только Их Почистил И Вот Этот Нож Он Знаете Сейчас Можно Даже Взять И Порезать Все Что Угодно И Колбаску Острый Очень И Здесь Вот Именно Смотрите Именно Очень Такой Приятный Рисунок Очень Приятный Такой Рисунок Серега Их Всех Почистил И Именно Почистил Так Как И Нужно Он Снял С них Только Окисло До Чистого Металла Он Их Вот Так Нож Работает Работает Поехали Дальше Они Проспиртовывают Да Вот Эта Вот Эта Вот Вещь Ребята Вы Знаете У нас Был Совместный Коп Именно Такой Компании Которые Сейчас Рустик Серега И Татьяна Вот И Вот Этот У нас Предмет Товарищ Был Достался У нас Предметом Мешок Чуть не хватит Да Вот Видите Ребята Завол Убить Убить Вот Эти Зазубрины Вот По всей Местные При помощи Этого Окинака Открывали Тушенки Всякие Консервы Представляете Вот Такую Вещу Ага Так Вот Такой Окинак Офигенный Да У Сереги Вот видите Мама чем занимается Какие красивые вещи Сделает Надо сделать заказ Ребята Причем Причем Она туда Наливает Вкусняшки Да Которые мы Употребляем Вот Эксклюзив Да Эксклюзив Надо попросить Маму Сережи Чтобы она Сделала Через Пару Так Так Вот Так Вот Так Так Интересный Нож Ребята Начнется Здесь Тоже Имеется Какая-то Гравировка Что За Гравировка Не знаю Ребята Объясните Пожалуйста Саня Метал Посмотри Какая-то Латунь Или Что Точнее Какую Латунь Я Про Другой И Вот Здесь Стопорное Колечко Есть Это У нас Бронза Ребята Это У нас Бронза Это Не единственный Нож Где Оказалось Еще Остатки Бронзы Вот Смотрите Вот Еще Один Нож Здесь Тоже Бронза С Декоративным Рисунком Да Имеется Орнамент Приятный И вот Здесь Вот Видите Какие-то Снова Клейма Наборные Пластины Смолимедные На тыльнике На тыльнике Очень На тыльнике Тоже Вот Ну Нож Очень Острый Очень Острый Это Нож Острее Того Который Сейчас Вот Резал Яблоко Он Вообще Острый Ребят Очень Острый Я Даже Боюсь Нажимать Так Есть Еще Один Рисунок Вот Такой Вот Экспонат Я Даже Не знаю Я Не могу Даже Сказать Кто Им Пользовался Срезая Срезая Чего Потому Потому Что Я Предполагаю Что Это Вещь Инструмент Женского Обихода То есть С этим Инструментом Работала Скорее всего Женщина У меня Есть Такая же Маленькая Вещица Я Прикреплю Прикреплю Ты Определил Рассказывай Топоры Мои Я Знаю Что Топоры Кто Ими Пользовался Какой Век Рассказывай Датируется Как бы Хазары Хазары Да Хазарский Топор Это Боевые Топоры До Монгольской Эпохи Вещь Блин Эксклюзивная Редко Такое Можно найти У кого Нибудь Увидеть В коллекции Ну Хотя Крепкие Можно Сейчас Пользоваться Вашему Вниманию Сегодня На видео Такие Вещи Которые Вы Возможно Только Видели В музеях А Сегодня Ребята Найти Надо Копать Черные Металлы С нами Экспедицию Нет Сейчас Прокомментируешь Но Вещь Вот Этот Один Из Ножей Мне Прям Очень Понравился Бронза Вот На этом Очень Нравится Клеймо Если Увеличить То Букв Как Т А Сверху Еще Снизу Такие Как Спускаются Теперь Я Отсуществ Только Не Вижу Да Ребята Посмотрите Что Это Такое Вообще Напишите Что За Клеймение Такое Может Иерографы Иерографы Может Какие Здесь Вот Тоже Ребята Видите Тоже Похожи Какие То Есть Клеймения Да И На Другом Ноже Тоже Может Как Нумеровались Как Сейчас Нумерация Идет Ножей Номер Один Два Три И Здесь Тоже Может Нумерация Была Что Нож Для Рыбы Для Мяса Может И в то Время Тоже Тогда Было Такой Ж Для Сыра Для Колбасы Копченой Вот Это Интересно Для Какого Сыра Копчения Тоже Использовали Он Маленький Ребята Они Бывают Иногда Как Я Знаю Самые Большие До Сколько Семидесяти Сантиметров В Длину Нажа Он Как Б Маленькие Лезвия Всего На Всего Двадцать Десять Десять Я Видел До Семидесяти Они Большие Были Вообще Мечи 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 Рассказал Про Да Ребята Вы Может Если Кто Не Знает Рисунок Рисунок Не Просто Не Спроста Это Символика Мужской Силы То Есть Это Как Б Яйки Наши Да Ребята Это Наши Яйки Нет Права Носить Его Не Да Если Такой Символики Нет Женщина Не Имела Права Конкретно Да Это Сем Конечно Мы читаем Это Да Мужское Достоинство Это Сила Это Такие Штуки Бумаги Они Слеплены Вместе Ладно Сейчас Ребят Немножко Мы Посидим Чай Попьем И Будем Завершать Ну Что Ребят Ну И Пришло Время Показать Небольшую Коллекцию Сергея Быстренько Пробегусь Конечно Они Все Находятся Вот Прошу заметить Минимально Да Это Петровские Монеты У меня Петровских Монет Нету Блин Сами Едят А девушку Не угощают Деньга Полушечки Вот Красивые Такие Доставать Я все Не буду Потому Что Очень Долго Время Будет Уходить А Это Медная Полушка Медная Чешуя Фальшивая Там Осталось На ней Посеребрение В свое Время Короче Не Серый Я Что Не могу Достать Приехали Иностранцы Иностранцы Да Они Во время Как мед Не начали Опускаться Они Их Собирали Потому Что Они Ценились Гораздо Меньше Серебрили Их И Народ Массы Пускали Я Слышал Что Подделки Первые Подделки Иностранцами Пошли При Александре Башку Рубили Нет Не Башку Рубили Распятие Было А А до этого Перед Распятием Перед Распятием Казнили Непосредственно Заливали В глотку Олова Нет Это Вообще Это ранее Это До До В глотку Заливали Именно Тот Метал Из которого Они Делали Фальшивки И Вот Смотрите Чешуйка Серебреная Медная Офигеть Интересный Конечно Экспонатик Дальше У меня Всего В коллекции По-моему Три Четыре Чешуйки Петровских А это По-моему Не Петровский Даже Здесь К Ob, да Там Все Денеры Копейки Нет Красивой Георгий Есть Не Петровский Чешуйки С какого момента Георгий Печатает Камеру Возьмет Бег Георгий С какого момента Печатает Напол сама вообще-то и чё ты про него хочешь сказать что ты про него хочется с копьем это копейка если вот она идет с саблей то это положку кстати а знаете почему у это называется чешуя потому что она имеет видеть чешуйки рыбе чешуйки и вы наверное до сих пор знаете что фраза от слюнявить от слюнявить именно пошло от чешуи потому что раньше в свое время чтобы их не потерять их таскали за щекой и потом когда рассчитывались за какой-то товар монету просто-напросто отплевывали от слюнивали взяли за щеки и тем самым пошло оттуда стоит копейки от слюнявить можешь представить что в те времена я тут держал чем ворт пашку что-ли да вырву она сама вода 1719 год петр ух какая красавица в прошлый раз пробитую взял ли до сих пор расстройства деньга просто как будто вчера просто отчеканили сейчас достану я поднимусь серёк давай панно из них сделаем тут еще шучу что ли а что такого с петровских монет пану ребятам красавица ай-яй-яй вот я мечтаю какой-нибудь хотя бы крестовик медный понять пока я не мечтаю какой-то рубль серебряный я хочу медную вот только вот выкидывают настоящие кристаллики вот смотрю и дивлюсь ладно давайте пробежимся дальше дальше у нас идут так называемая царица полей капуста смотрите в 1 2 3 это три монеты вся ты челки на пчелки это пчелки разница видите да в чем пчелка состоит они подороже чем вот обычные тетерев есть тетерев не знаю на пчелку учена так здесь у нас их просто перепутали орлов не тех прислали вот это первый год чекан сохранчик смотрите какой бодрый всех такой красивенький рельеф высокий язву это на том концепте что куда штейнт или а в другом листе глубина . это расслоение ну это не будет о какая смотрите вот этот красавица вот это красавица она она не чищеная даже она просто помыта водой смотреть какой и правильно сделал что сергей не сделал потому что такая вот зеленая патина она ценится монета не чищеная вообще просто промыта водой даже мылом не мыли вообще огонь красивая так ну еще несколько экспонатов которые в принципе бодренькие хорошенькие и копейки серебром так я не могу найти девяносто девятый год не хватает так деньга самые наверно масштабные монеты самая распространенная зато самая разнообразная это просто до разновидности человеческие разновидности очень много ребят особенно разновидности на русское количество штеппели просто копейки вот такая деньга я смотрю нифига себе деньга представляешь размер копеечки николаевский кстати вот смотрите наверно у каждого кладоискателя самара имеется копейка 25 год вот так вот у меня за мою историю было понято при мне 13 монет 13 и 7 монет из них это мои вот серега тоже хвастается двадцать пятый год сохранчик неплохой 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 рустика монетка монетку двадцать пятого года реставрировал молотком рус почему продал за 6 реставрации молотком ушла так что так вот один раз у меня две у меня две продажи были таких монет и обе монеты ушли по 9000 вот такая у меня есть тоже полкопейки эта монета ценится двадцать восьмом году серёге такой болен двадцать пятый год ребята ну а на то что прикольно что никто не верит что при ссср не верит не верит не верит не верит не дал он я не имею ввиду среди дала навстречу вырастает снародку полкопейки советское время было до двадцать восьмого года все книжки книжки нету 25 дужки 25 у меня знакомые двадцать пятого года продал за 165 если не ошибаюсь и дракон да вот эксклюзивные ребята эксклюзивная монета где мы нашли фальшивый рубль это с этого фунта да прикольно смотрите рисунок дракон это японская до увеличь то это китай а китай очень красивая это династии цин если я не ошибаюсь до серы ну династии цин именно последние года вот именно николай николая николай 2 по моему ты ждешь от 14 николай 2 николай вот этот фунг тен разные у них как как у нас республики разные тоже как разделение как республики родные ну них же там всякие были там закачки на конкурс да я уже увеличил красивый вообще очень красивый такой монет очень хорошего сохранить качество не закрывает зачетно так поехали дальше дальше у нас здесь копеечки копеечки александровский затем копеечки павла николая первым шедевр шедевр ну-ка показывай слышно чем он это верховая монета екатерином помытая просто водой ну да в обращении она не было грубо говоря ребята кабинетный сохран ребят кабинетный сохран вообще красавица до 10 лет ну раз в котором были вся сама была ладно классная да зачетная монета так ну дальше здесь полушечки полушечки красиво а вот деньга ниже пока и русские копеечки до копеечки к маске не очень дорогие коксеры не помнишь и тоже лишь и не продают так пятаки а ну да мне павловский монет очень нравится они петровские 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 наверное одни из самых красивых монет смотрят под заимствовал до николай ну но не доделали похоже похоже делали пятачки пятачки два пятака я свой кладик из пятаков ребята вот это разыграл просто вообще тоже верховая была на фундаменте просто новая у меня это потерях к у вас чистая красавица смотрите гербы все вообще тоже не мытая она просто щетка и вода но они этого года вот одиннадцатого года потом они все хорошие в основном пятаки вы видели в шнурдяке это вот александровский они убиты и затертые все смотри а вот четвертый год смотреть какой сохранить ухты и смотрите какой сохран сейчас я увижу какая вот такая монета стоит 1200 сейчас и таки 24 вот это мой первый и так ну по серебру царскому сереги что-то не айс сер где серебро ты специально их убрал чтобы не казаться богатым без серебря до в этом году мы подняли рубль фальшивый где десятку которые поднял охраняется хранить в 1850 это а это между прочим не билон это че и чистое серебро потому что белу и потому что белон и белон белон и пошли в реформу 1862 году александр на оба помощи видела зрительной взять его я потом питак взял как ну дальше советики наверно никому не интересно что есть из интересных советиков чай 1 есть ух 2 говорит не хватает 21 год ребята 21 вот смотрите 21 год 20 . году вы жалко на немножко под утрачено или ты просто так вопрос почистил я на ее вас на нет царапины есть царапины есть да вот такие вот монетки если не ошибаюсь свыше 3000 стоит душа ты да серебро ну и только не ложи в лимонку говорят в лимонке они пупырчатыми становится я вот видел вот по году . 21 22 23 24 25 и все что ли а где 26 27 28 29 27 не так а где здесь здесь должна быть сорок второго где на 40 у тебя до того серёжа так вот такая вот коллекцию сергея принципе нормально красивая вот и меня руки не дойдут чтоб тоже создать коллег у меня все в банках ведрах пакетах в мешках ну сами видели как я вам показал скид в этом году вот что там это 1 ох наверное у каждого есть кода искательному из мата своей первой найденной или шер два или купленная короче поставки купила я два раза выезжал с чужим прибором с товарищами не давали потом я купил свой прибор и только раза с 5 выездное нашел под первую монету обоссался просто вообще от радости она просто а у меня первый у меня первый сигнал тоже был фишер 2 вязал у камрада для пробы была пуговка в позолоте орлянка но первое самое первое у меня было монет это клад 123 монеты серебро это весь альбом можно продать вы представляете видос вообще бомба я думал банка ну все ребята плывали посмотрели чаек на дорожку и монтировать и показывать вам что у нас получилось чирилка прянул я должен куски куски гривен покажем потом ну ладно еще чё покажу серёж начало и прощаться а рустик хочет немножко нам кое-что еще и сказать напутствие посошок на посошок ростер хочет сказать ребят спасибо то что смотрите устали все работаем для вас снимаем всегда вот эти вот новые кадры и там еще что-то там смотрим наши дамы появились моя любовь вот татьяна вот моя жена и серёга пытался жестикулировкой вам объяснить что передал рустик ребят просите я работаю 18 часов серёга будем махать ручкой всем пока спасибо за внимание ребята мы поехали я буду монтировать видео получилось очень большое надеюсь вам понравилось в гостях у нашего комрада сергей серёга пока до встречи на